Добрый день, уважаемые друзья! Снова я решил в пасечный магазин зайти. Оказалось, там кое-что новое продается. Сейчас мы посмотрим, что здесь нам продают. Ольга Владимировна, добрый день! Добрый день! А скажите, пожалуйста, есть у вас новый паспорт пасеки? Покажите, пожалуйста. А что случилось? Вам как срочно понадобился паспорт? Да, потому что... Вы уезжаете за границу, да? Да, вместе с пчелами. Это очень интересно. Так вам на каждую пчелку паспорт выписать, да? Да, да, да. Едем в Польшу. Так что вот появился такой новый паспорт пасеки. Никто в интернете не показывает. А как оказалось, он уже действует с весны. Вот раньше у нас был вот такой паспорт ветеринарный. Вот, как видно, здесь все отметки у меня есть. Все здесь отмечалось за каждый год. Вот как видим, да? А вот сейчас появился новый паспорт пасеки. Это, получается, затверджено наказом министерства. Вот 19 люта 21-го року. На основании этого паспорта. Теперь надо по новой ехать. Регистрироваться райпотребсоюзе. Там тебя зарегистриют как пасечника. И после этого только напишут анализы. В чем же прикол? Никто не знает. Но привезли ребята документы. Сейчас я, если мобилка не сядет, то я приеду домой и покажу вам. Если не, придется два видео делать. Потому что что-то делается в нашей стране, но все втихаря. И главное, никто с человодов не рассказывает об этом. Так, а пока, ребята, запасаемся бипином. Вот, два вида есть. Потому что обрабатывать надо. Есть бипин на 10 челосемей и на 20. Сделано в хорошей стране. Все нормально. Оля Владюра поставляет только качественный материал, за что ей спасибо. Спасибо. Итак, поехал я домой. Сейчас дома все. Дальше обговорим это дело и расскажем. Потому что времени очень мало. Там ограниченный срок по поводу этого паспорта. Так, вот я уже дома приехал с магазина. И сейчас вот мне принесли газетку. И там такая интересная заметочка есть. Сейчас мы вместе с вами прочитаем. Это у нас получается... Так, газета у нас Пульс. Вот написано Пульс. За... Какое у нас тут число? Так. 1.09. 1.09. И вот тут такая есть заметочка. Пчеловодам поможет государство. Согласно постановлению Кабинета Министров в 2021 году гражданам, физическим лицам и субъектам хозяйственной предпринимательской деятельности Предоставляется специальная бюджетная дотация за имеющиеся пчелосемьи. Об этом сообщает Управление развития предпринимательства горисполкома. Чтобы получить такую дотацию, владелец пчелосемей должен быть зарегистрирован в Государственном реестре мощностей оператора рынка. Помощь выплачивается за содержание от 10 до 300 пчелосемей в размере 250 гривен на пчелиную семью. При наличии более 300 пчелосемей максимальный размер дотации составляет 60 тысяч гривен одному получателю. Для получения дотации нужно подать заявление в райисполком по местонахождению пасеки до 1 октября текущего года. Если ваша пасека еще не зарегистрирована, напоминаю, услуги по регистрации пасек предоставляются через Центр административных услуг в исполкомах районных советов. Вот такая информация. Так что, пожалуйста, кто решил зарегистрироваться, можно регистрироваться. И до 1 октября по 200 гривен на каждую пчелосемью. И заводите новый паспорт. У меня, правда, еще старый остался. Ну, а так... Да, кстати, новый же, я думаю, вы знаете, стоит 75 рублей. Этот стоил у нас 20, 15, 10 рублей. Но тот 75. Он как журнал большой. В этом видели. Вот такие новости я узнал. А сейчас уже сегодня у нас 12 сентября. Осталось 18 дней, чтобы вы зарегистрировали свои пчелосемьи и получили по 200 гривен на каждую пчелосемью. Обращайте свои радиосполкомы. И я не получал. Я просто вам даю информацию эту. Что в какой газете, вот написано, заметка. Потому что нигде так телевидение, радио молчит. А вот в газете мне позвонили одни пчеловоды. А второй принес даже газету, вот такую выписку. Так что все. Желаю вам удачи, всего доброго. Если что получится, звоните, пишите в своих комментариях. Всем всего доброго. Пока. До скорой встречи. А мы будем заниматься пчелами дальше. Продолжение следует...